Расскажи, как вы познакомились с Яной? История, на самом деле, очень длинная и увлекательная. Во-первых, отмечу, что благодаря Косте эта встреча произошла, так как он общался с подругой детства моей жены. И организатором той встречи, счастливой, был Костя. После игры с Оренбургом, когда я забил тот самый знаменитый гол, семь рикошетов, если ты помнишь, опять же, мы вернулись в Баковку. У нас был день восстановления, на следующий день выходной. И мы с Костей думали, как нам провести досуг. Хотели съездить или в кино, или куда-то, условно, в ресторан, просто посидеть, как бы, но не на базе, потому что на тот момент я и Костя, мы жили на базе, и у нас то зал, то игры, то тренировки, и хотелось как-то, опять же, повторюсь, этот самый досуг немножко разнообразить. Вот. И мы, собственно, выехали из этой базы, приехали в место, где была моя будущая жена, и как раз таки ее подруга детства. Она хорошо общалась с Костей и пригласила, скажем так, Костю посидеть вместе уже в компании. Собственно, мы встретились тогда, и не скажу, что это была любовь с первого взгляда, но, может быть, у меня она была с первого, когда я ее увидел еще по телевизору. А у Яны не все так было однозначно, потому что когда, когда я пришел, я немножко растерялся, так как ей уже донесли информацию о том, что приедет парень, которому ты очень сильно нравишься, а я чувствовал себя максимально неловко, потому что в такой ситуации ты должен произвести впечатление. И я старался это сделать, но получалось не самым удачным образом, особенно первый час общения. Но уже под конец, скажем так, вечера, под конец нашего времяпровождения я уже был более раскрепощенным, и мы нашли какие-то точки соприкосновения. Я понравился ей, я это почувствовал. Она мне и так нравилась, понравилась еще больше. И уже с того момента мы были, скажем так, вместе и на связи постоянно. Потом на следующий день я не писал, я выбрал тактику, знаешь, не писать, включить какой-то пофигизм, чтобы не навязываться. И, может быть, это сыграло мне на руку, не знаю, мы с Яны общались на эту тему. Она сказала, что даже если ты написал, ничего бы не поменялось, но я почему-то верю все же, что я сделал все правильно. Вот. А уже через день была игра у ЦСКА, кубковая, против Урала. Я знал, что она туда придет, так как она мне об этом рассказала. Я попросил билет у моего хорошего друга, и, собственно, там мы с ней встретились второй раз. И с тех пор стало, скажем так, зарождение наших уже отношений совместных не как просто знакомые люди из одной сферы, а как мужчины и женщины. Все пошло очень быстро. Ты сразу почувствовал, что это твой человек, или у тебя просто все так происходит? Знаешь, я в тот момент вообще переживал такой холостяцкий этап в своей жизни, и где-то внутри для себя я решил, что до определенного возраста, если быть точнее, то там 27-28 лет, хотел сказать, я не буду вообще входить с головой в отношения, потому что я очень душевный и где-то мнительный по характеру человек, и меня могут расстраивать и точно так же, как и радовать какие-то вещи, даже самые незначительные. Но, как говорится, расскажи Богу о своих планах, если хочешь не смешить его. Вот, поэтому с Яной я сразу понял, да, что эта девушка мне очень нравится. Потом уже в ходе нашего общения, свиданий, я все больше влюблялся в нее как в человека, в первую очередь. Понятно, что мы все смотрим первым взглядом сначала на внешность, но если к этой внешности еще подкрепляется ум, рациональное мышление, добродушие, то это все умножается там в разы. Вот, и, собственно, не скажу, что прям все так быстро перетекало, но довольно-таки успешно. Мы, слава Богу, не ругались на начальных этапах, что очень важно. Мы нашли сразу общий язык, мы проводили время вместе с вечера до утра, и не показывается только это главному тренеру. Бывало, что я несколько раз приезжал под утро на базу после свиданий с Яной, и у меня был прилив и подъем сил эмоциональный, и я даже не жалел об этом. Я, наоборот, расстрялся, что мне надо было с ним уже расставаться. Поэтому, отвечая на твой вопрос коротко, что не быстро, но очень успешно. Предложение. Была твоя идея, кто-то подсказал, и насколько ты все это как и существовал, и волновался. В тот день, я помню, ты очень прям ходил туда-сюда, немножко дергался, что тебе не свойственно. А ты помнишь этот день? Да, конечно. Вань, ты говоришь, подсказал. А кто может здесь подсказать? Это подсказать, извиняюсь, может, да, сердце, внутренний голос. Я сразу понял, что я не хочу такого человека из своей жизни терять, и все, что мне оставалось сделать, это узаконить наши отношения, чтобы и она была уверена в том, что это все серьезно. И, соответственно, я. Хотя, опять же, к свадьбе, к предложениям я относился довольно-таки скептично до этого. Я думал, ну, зачем? Зачем идти расписываться, если вы любите друг другу, вы доверяете друг другу. Но потом я понял, что вот это вот колечко, да, на моем пальце, и на ее, оно говорит, на самом деле, о многом. И о намерениях мужчины, и о том, что он готов брать за эту девушку-женщину ответственность. Поэтому решение принимал исключительно я, как я это всегда делаю в своей жизни. И я даже не колебался и не мешкался. Ну, там все пошло по сценарию, да, вот в двух словах расскажи, как там все было. Я самокритичный человек, насколько ты знаешь, да, исходя из общения со мной. Все пошло так, как я и планировал, то, как мне обещали организаторы, скажем, этого праздника. Вот. Но можно было все сделать иначе. Скажу даже так, что изначально вариант был улететь во Флоренцию и где-то, не взначай, за завтраком сделать предложение. Но визы, планы, футбол не дали, скажем так, воплотить в реальность мою первую идею. Поэтому я пошел несколько другим путем и выбрал сделать предложение Востанкина за счет огромного плаката и под предлогом экскурсии и фотосессии. Не пожалел ли ты о том, что рассказал про историю, что ты встаешь в 3.30, чтобы отвести Яна на эфир? Наверное, много шуток было на эту тему с партнеров, по команде и так далее. У меня самоирония, она безгранична. И особенно, когда это по делу, это реально смешно. Это не задевает в плане каких-то оскорблений, чувств. Я люблю над собой посменяться. И нисколько я не жалею о том, что это узнали, что это вышло в СМИ. Единственное, за что я переживаю, что Михаил Михайлович может мне дать за это по шапке. Но опять же, по самоотдаче, я думаю, ко мне вопросов нет и быть не может. Так что все под контролем. Но не было такого мнения, что вот каблучник и так далее. Слушай, да, боже мой, пусть каждый думает так, как хочет, мне без разницы. Я и для своей жены, и могу быть кем угодно. Но опять же, пойми правильно эти слова. У нас взаимо все выгодно. Не то, что даже выгодно, а все взаимно. И я готов расстилаться, распинаться перед моей женой, лишь бы ей было хорошо. Потому что это человек, с которым я хочу пройти всю жизнь. И она так думает, это очень важно. Просто она меня выделила, да, какие-то мои поступки. Я могу ее выделить, поступки. Просто не знаю. Для меня это большой показатель, да. Вот тот самый пример. Я сдал машину в автосервис. В тот день, когда мне надо было ее забирать, была сильная метель и пурга. Я с базы должен был поехать и забрать. Мне с базы ехать 12 минут, а я не до этого автосервиса с нашей квартиры ехать 35 минут. Я ей пишу, что я поеду, заберу машину и вернусь домой после тренировки. Она говорит, нет, я тебя не отпущу. Сама заказывает такси, едет в этот автосервис, в эту пургу слякоть, ждет меня там, пока я приеду. И она говорит, я поеду с тобой, буду тебя контролировать, чтобы, не дай бог, с тобой что-то не случилось. И таких примеров я могу уйма просто привести. Поэтому для такой женщины, для такого человека каблук, шпилька, пусть, я не знаю, как угодно могут, а меня назвать мне без разницы. Когда уезжал на сборы, как переживали разлукой, были ли слезы при прощании? У Яны всегда слезы, когда я уезжаю, даже в сборную, будь то сборная, будь то сборы. И очень болезненно это все происходит. Мне немножко полегче, потому что я сразу в пекло приезжаю, да, мне надо работать, мне надо абстрагироваться от этого, не давать волю своим эмоциям и чувствам. Но, правда ради, я очень сильно соскучился, и мы каждый день на связи, и это как-то облегчает вот эти вот моменты разлуки. Кто из вас более романтичный? Кто больше делает сюрпризы, там, завтраки в постели, я не знаю, какие-то подарочки, что-то еще можно? Ну, по поводу завтрака в постели мы просыпаемся только в час дня, поэтому там уже обед, наверное, в постели идет. Я тебе скажу, что одинаково, абсолютно. Самое важное, что как я, так и она хотим делать друг другу приятно. И это не только про какие-то завтраки в постели, про какие-то подарки, но и про человеческий характер. Все-таки я человек с очень сложным характером, точно так же, как и Яна, точно так же, как и многие люди. И когда ты искренне любишь человека, тебе важно, чтобы ему в первую очередь было хорошо, по крайней мере, у меня так. И я где-то стараюсь искоренять свои минусы, убирать их, вести себя несколько иначе в каких-то ситуациях. И она меня делает лучше, просто как человека. Поэтому отвечаю на твой вопрос, что здесь все обоюдно и займу. Научился ли ты терпением? У тебя достаточно скручивый характер, ты лишь вы не ссоритесь. Как это получается? Я сказал, что мы не ссорились на начальном этапе. А ссоры — это абсолютно нормально. Это свидетельствует о том, что в отношениях есть эмоции, и вы неравнодушны друг к другу. Самое главное во время ссоры, эмоции, не оскорблять, не делать каких-то плохих вещей, поступков. И быть вместе даже, когда вы друг на друга злитесь. По поводу моей вспыльчивости, я совсем другой с ней. Она это подтвердит. Понятно, что где-то все-таки Наир, которого видят многие наши болельщики, на футбольном поле он просыпается в быту, но все же гораздо меньше, чем дома. Футбол вы обсуждаете? Она тебе рассказывает, что ты неправильно передачу отдал или сыграл? Нет, нет, нет. Она у меня разбирается в футболе. Она знает, что такое офсайд — это уже победа, я считаю. И при этом она знает, что если игра неудачная, нам лучше не разговаривать вообще про футбол. Абстрагироваться от него. Если она удачная, то мы будем сидеть полдня и смотреть мои, если дай бог, есть какие-то результативные действия. Но если серьезно, то разговариваем иногда не только про мои игры, но и в целом про футбол. Но это не в каких-то больших масштабах. Так, буквально 5-10 минут этому уделим и все. Как ты думаешь, твой футбольный подъем связан как-то с отношениями или это совпадение? Напрямую это связано, конечно, с моим знакомством с Яной, с тем, что у меня в тот момент был эмоциональный подъем. Но я считаю, что это совокупность факторов. То есть сказать вот так односложно, что да, только из-за этого я не смогу. И мы с Яной на эту тему тоже общались, и она со мной согласна. То есть это совокупность факторов, все вот так вот слилось воедино. И благодаря этому произошел тот самый подъем. Начиная от смены тренерского штаба, начиная от самых тяжелых сборов в моей жизни, которые были в том году, ровно год назад, здесь же. Заканчивая уже непосредственно сборной и отношением с Яной. И слава богу, что все так произошло. И это дало мне вот такой скачок. Обсуждаете ли вы эфиры ее на Матч ТВ? Может быть, потруниваете над коллегами каким-то из Матч ТВ? Нет, не потруниваю ни в коем случае. У нее коллеги замечательные люди, с прекрасным чувством юмора, и в целом очень эрудированные и профессиональные в своем деле. Я только смеюсь порой над ней, если она какое-то слово неправильно скажет. Я это постараюсь даже снять, если получится. Но это опять же все знаешь в контексте чего-то. Нет такого, что она пришла, и мы сидим, ну давай обсудим эфир или давай обсудим футбол. Нет, это все вот опять же. Тебе нравится, что у тебя жена достаточно своей карьеры, своим именем, а не то, что знаешь, как это было, предаток был. Или были такие разговоры, что давай заканчивай, там, лучше дома побольше времени проводить. Мне нравится то, что этот человек очень нравится мне, я его очень сильно люблю. А чем она занимается, какой у нее статус для меня, это второстепенно. Но хороший момент здесь есть, что знаешь, обычно как? Вот если футболист, то у него складывается неудачный брак зачастую, и многие хотят с него чего-то поиметь в плане денег. И они деньги вообще не нужны, потому что ты, как ты уже сказала, она самодостаточный человек, который знает цену этим деньгам, она их сама зарабатывает и является не последним человеком на том же Матч ТВ. Она востребованная личность, не зря она амбассадор ФМБ. Ты, кстати, видел локаты по всей России висят? Ну, то есть, мне остается у нее деньги в долг попросить, понимаешь, все ее успеха в личной жизни. А вот вторая часть вопроса, на самом деле, очень хорошая по поводу того, говорю ли я ей, превращайся в пухарку дома, готовь, стирай, убирай. И я не могу так сделать. Естественно, я ревнивый человек, опять же, честно скажу. И так получилось, что у меня жена очень симпатичная, и там, где она появляется, постоянно вокруг нее есть внимание. Но я к этому тоже стараюсь относиться уже по-взрослому, более зрелым, мудрым взглядом. И знаешь, когда человек стремился в свою жизнь, шел к тому, чтобы работать на Матч ТВ, быть востребованным. И тут появляясь, я ей говорю, нет, давай, заканчивай. Я так не хочу делать. Я хочу, чтобы она была личностью. Не хочу что-то в ней портить, ломать. Но и она много вещей сама понимает. Мне не надо ей что-то объяснять. Она взрослый, умный человек, и наши взгляды во многом сходятся, особенно вот таких вопросов. Я ни в чем не ограничиваю, но она знает, где есть какие границы. Точно так же это и меня касается. Поэтому, слава богу. Есть у вас какие-то свои ритуалы, только ваши? Ритуалов нет, но знаешь, есть традиция, наверное. Мы каждый день созваниваемся по телефону, и нам всегда есть что обсудить. Я когда был в сборной, сейчас на сборах, я каждый вечер перед сном звоню и разговаривал с Яной. Это минимум занимает час. А один раз, когда я был в Македонии, мы играли товарищу игру как раз-таки в Северной Македонии. Телефонный разговор вообще там за шесть часов перевалил. Это я тебе говорю на полном серьезе. То есть я не вру, не преувеличиваю. И скажу тебе даже так, что порой мне страшно этим делиться, особенно на всеобщее обозрение, так как я боюсь это потерять. Но с другой стороны, все зависит от нас и от нашего отношения друг к другу. Эти слова я просто делюсь, да, в своей жизни, потому что вы меня заставили прыгнуть в эту лодку и с вами покататься. Поэтому будь добры, слушайте тогда. Был ли хоть раз у меня, что ты целоволосился, куда-то опоздал с ней или что-то такое сделал? Мне можно, что идеально же. Кто сказал, что идеально? У нас абсолютно обычное отношение. То есть это мы два импульсивных, эмоциональных человека, которые реагируем даже на самые мелочи очень, так знаешь, жестко. И были, конечно, какие-то косяки. Я мог опоздать куда-то, я мог что-то сказать не так. Точно так же, как и она. И это нормально, опять же повторюсь. Просто важно потом это обсудить, проговорить, сказать, что это мне нравится, это не нравится. И просто сделать шаг вперед обоим. Вот. Есть у вас какие-то, может быть, предпочтения в еде, которые прям не совпадают? Оно что-то любит, а наоборот не любит? Или что-то такое вот? А, оливки. Оливки. Я их терпеть не могу, она их любит, поэтому я всегда оливки из, особенно греческого салата, я их просто вот так выкидываю. Кидаю в нее. Вот. Влияет она как-то на твой выбор одежды или ты на ее выбор одежды? Она попыталась, я сказал, здесь я сам, я знаю как надо. Где-то она пыталась просто подсказать, что-то сказать. У нее есть, знаешь, вот не в характере, а во взглядах каких-то на моду, свое видение. То есть я не скажу, что она старается соответствовать каким-то трендам, но у нее есть четкое понимание, что модно, что не модно. А у меня нет такого. То есть если мне вещь нравится, и мне нравится, как она на мне сидит, я ее возьму. Будь это классическая какая-то экстравагантная вещь или не модная, мне без разницы. Я же в этом хожу. Не нравится, и посмотрите. Поэтому нет, никто не может повлиять на мой вкус и выбор в плане одежды. А музыка как у вас? Соспадает вкус, нет? А знаешь, она очень любит песни из того поколения, скажем так. И где-то даже наши вкусы пересекаются. Точно знаю, что она не любит практически современный какой-то рэп, особенно зарубежный. Ей нравятся русские песни. Например, ну опять же, тот же Тальков. Тот же Круг, Михаил Круг. Но у меня тоже есть песня, которая нравится в исполнении этих замечательных в прошлом артистов. Скажи, пожалуйста, чем вообще приходится жертвовать ради отношений? Знаешь, мне по сути ничем не приходится жертвовать ради отношений. Я домосед. Мне не нравится вести какой-то разгульный образ жизни. То есть я не люблю особенно... Не было ни разу, чтобы я куда-то пошел без яны. Точно так же она, если это не касается работы. Поэтому мне ничем не приходится жертвовать. Я люблю проводить время с ней. Или если я на сборах, мне достаточно нормально одному. В том плане, что меня не тянет куда-то ходить, что-то где-то там, с кем-то видится. Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Поэтому я ничем не жертвую. Единственное, только, наверное, надо проводить работу над собой, над своим поведением. Так как это очень важно, чтобы ничего не испортить. Яна готовит? Конечно. Что любимые готовят для тебя? Я люблю... Вообще, я в целом не привереливы в еде, еле выговорил это слово. Поэтому я предпочитаю в основном в своем рационе макароны. Что если сказать что-то углеводов, салат овощной. И из мяса индейку или что-то, знаешь, в плане стейка. Собственно, она это все и делает. Все, что я попрошу, она сделает. Так что у меня вообще здесь никаких вопросов нет. И все очень вкусно и замечательно. Ты не готовишь? Еще я готовил. Сколько у вас времени уходит, чтобы выбрать фильм, который хочет смотреть и ты, и она? Такой вопрос хороший. На это может неделя уйти, честно. На это может неделя уйти. Знаешь, как все обычно происходит. Давай фильм вечером посмотрим. Давай все, сели. Час, два, три, все, спим уже. Не до фильма. Есть ли какой-то, который вдвоем любит смотреть? Прям давай этот, чтобы не ссориться. Время тратить. Мы просто пришли к тому, что надо пересматривать те фильмы, которые мы уже когда-то смотрели. Потому что это проверенный вариант. Было так, что я посоветовал какой-то ей фильм несколько раз. И она мне просто сказала уже, знаешь, вначале что такое. Мы его выключили. Я понял, что я больше не участвую в поисках каких-либо фильмов или сериалов. Какой-нибудь назови, чтобы вы прямо оба посмотрели, и он обоих зашел. Мы недавно смотрели сериал, я название «Игра на выживание». «Игра на выживание» — это русский сериал в исполнении армянского режиссера. К сожалению, фамилию не скажу. Она мне ее посоветовала. Первый сезон я посмотрел, мне очень понравился. Я могу сказать, жанр, на который мы ориентируемся в основном. Или это тренер, знаешь, когда ты смотришь на «Надыхание» фильм, очень интересный. Или что-то связанное с драмой, мелодрамой. Как ты видишь свою семью, себя и Яну через 5-10 лет? Не хочу так далеко заглядывать. Что бы хотелось? Хотелось. А пусть это со мной останется. Чего бы мне хотелось. Я просто буду, знаешь, не говорить, а стараться делать для этого. Чтобы все, что у меня в голове, свершилось, скажем так. Спасибо.